Мы хотим всем рекордам Наши сконкие дать имела В 70-е годы, которые впоследствии окрестят эпохой застоя, идеологическая борьба между СССР и США вышла на новый виток, несмотря на то, что колода кривлевских козырей в этой азартной игре становилась заметно тоньше. Однако оставался спорт, в котором достижения Советского Союза выглядели как минимум не хуже. Всем известно, что конный спорт зависит от экономического развития и политического влияния страны. Заполучить Олимпийские игры для Советского Союза было важной идеологической задачей. В этот момент Олимпийским международным комитетом руководит Келанин, и он пытается как-то все разрулить. И первая его фраза в ответ на решение объявить блокаду – это то, что Олимпийские игры не состоятся в Москве только в случае Третьей мировой войны. Ожидалось что-то невероятное в этой связи, в том числе всяческие послабления. Какие именно послабления, никто не знал. Московские острововцы сразу же запустили в народ шутку. Вместо коммунизма, обещанного к 80-му году дорогим Никитой Сергеевичем, дорогой Леонид Ильич решил провести Олимпийские игры. Ну да, некоторые страны не приехали, но это их проблема. Истина состоит в том, что эти команды, конечно, составили бы очень сильную конкуренцию. Но мы не виновны в том, что они не приехали. Редкий случай, когда не было ни побежденных, ни победителей. Она, особенно с точки зрения пропаганды, была успешной и для одной стороны, и для другой. К олимпийским соревнованиям наши конники, как, впрочем, и все спортсмены, готовились исключительно серьезно. Все стремились попасть в команду, но никто не знал, кто попадет. Это решал, скажем так, тренерский совет. Я сама была одним из тех всадников, которые ожидали команда занять свое место в олимпийской сборной. У меня до Олимпийских игр Москвы отбирали одну лошадь, но несколько раз просто ее забирали. А когда пришла Олимпиада, пришлось Топкова отдать Пагановскому на нем прыгал в Олимпийские игры. Вы знаете, я очень благодарен за Топкова. Николай Корольков – это мой очень хороший друг. Ну и, конечно же, на этом пути было немало проблем и неприятностей. Мы еще перед погрузкой удивлялись, потому что Абакан, ну, видно было, как мы коники говорим, не в порядке. Видно было, что он не совсем здоров. Почему больного его повезли на эти соревнования, я не понимаю. И когда уже непосредственно к Олимпийским играм начали готовиться, уже там осталось, я не знаю, там, может быть, месяца три-четыре, тут произошло немножко, с моей точки зрения, не очень солидное. Я был уверен на сто процентов, конечно, что я буду. То есть место в команде такого всадника, в принципе, должно быть обеспечено. Но не получилось. Конечно, это, скажем, такая неудача, которая, ну, можно сказать, лицо надо посмотреть мое, когда я к пенижеру. Кроме спортивного праздника, Московская Олимпиада принесла нам множество культурных сюрпризов. Причем далеко не всегда приятных. И спокойно их крутил там между новостями, прославляющими советскую власть. Играло это на протяжении года. Первый фильм был «Кто получит приз» про Олимпийского Мишу. А второй фильм получился, значит, порядковая серия «13 номер, ну, погоди», тоже про Олимпиаду. От театра на Таганке прямо вниз по улице до Элезиона, не сразу на выстроилась очередь, при том, что Москва к Олимпиаде была достаточно пустая. Так или иначе, патриотические настроения после Олимпиады-80 у нас довольно сильно выросли, но, к сожалению, ненадолго. Ну, это было как бы в духе, так сказать, того патриотизма советского, который, ну, впитывался. Я был сборной Советского Союза. На данный момент я живу в Украине. Конечно, хотелось бы какого-то общения, но на данный момент практически его нет.